Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков с Вискво». С нами сегодня наш коллега из Калининграда, трейдер и управляющий активами Андрей Малевич. Андрей, приветствуем вас! Добрый день, Игорь Николаевич, приветствую, коллеги! Как вам сегодняшний день? Что интересного? Чем торгуете? Я пока вне позиции, но присматриваюсь к некоторым инструментам. К фунту присматриваюсь, допустим, к австралийцу. Замечательно! Давайте посмотрим, как это выглядит на графике. Давайте. Как видно мой экран. Бежит интернет. Через секунду, я думаю, он будет с нами. Видим хорошо. Ну и отлично. Так, ну в принципе, на рынке идеи есть, торговать их надо. Объемы на рынке тоже есть, несмотря на то, что вчера Америка отдыхала, рынок стоял. Вот сегодня, я думаю, будут на фоне новостей, я думаю, с открытием американской сессии будут движения. Поэтому, в общем-то, отрабатывать надо. Но я расскажу свое видение, как мне видится рынок. Вот, дальше каждый по-своему. Итак. Я не понимаю, почему у меня пропал экран. На данный момент инструмент находится в среднесрочном растущем тренде. Угол движения цены направлен вверх. Локально мы видим падающий тренд, внутри которого, в общем-то, идет движение, инициатива на стороне продавцов. Я думаю, в ближайшее время будет легкое коррекционное движение в сторону уровня 1.1108. Вот, оттуда скорректируемся, там отконсолидируемся и пойдем на уровень 1.1007. В принципе, такое небольшое движение к нижней грани среднесрочного растущего тренда. Вот, я думаю, мы увидим ретест нижней грани среднерастущего тренда. Здесь 1.1007 – это уровень на данный момент поддержки. Он совсем недавно выступал в роли поддержки, от него был отбой. Мы от него видели ложные пробои, и он выступал и в роли поддержки, и в роли сопротивления. Уже долгое время он себя зарекомендовал. И, в общем и целом, этот уровень можно назвать зеркальным. Сходу мы его, я думаю, не возьмем. Но на ретест этого уровня пойдем. Поэтому, в общем-то, движение, я думаю, будет. Вот, и забирать его нужно. По фунту. По фунту ситуация интересна. Мы находимся в среднесрочном падающем тренде. В общем и целом, инициатива находится на стороне продавцов. Можно так сказать. И угол движения цены направлен вниз. Но это только, я думаю, будет до тех пор, пока мы не выйдем из среднесрочного падающего тренда. Далее, я думаю, отконсолидируемся и пойдем к уровню 1.3162. К слову сказать, что мы на уровне, стоим на уровне 1.2986 уже довольно долгое время. Это уровень зеркальный. Он себя зарекомендовал и в роли поддержки, и в роли сопротивления. Поэтому еще какое-то время, я думаю, мы постоим. И ключевым будет тот момент, чтобы инструмент вывели из этого тренда. А далее нужно будет открывать позицию с целями в район 1.31, как я говорил, 62. То есть я думаю, что пойдем куда-то вот в эту, скажем так, консолидационную зону. То есть пойдем на ретест вот этой консолидационной зоны. Я думаю, здесь скопление лимитников на продажу. Далее. По австралийцу. Надо сказать, что стоим, в общем-то можно сказать, что стоим на ключевом уровне 0.6865. Находимся в среднесрочно растущем тренде. Угол движения цены направлен вверх. То есть инициатива находится на стороне покупателей. Вот. В общем и целом в моменте инструмент смотрит вниз. Я думаю, пойдем на ретест нижней грани среднесрочного растущего тренда. Вот. А также возможно и пониже к уровню 0.6830. Здесь, я думаю, не задержимся долго. Если выведут инструмент из краткосрочного падающего тренда, то, в принципе, потом может быть довольно сильный отскок. Вот. И в общем и целом среднесрочный инструмент смотрит вниз. Я думаю, что коррекции надо все пропускать, работать по тренду. Новозеландец. По Новозеландцу, в принципе, картинка схожая. Угол движения цены направлен вверх. Инструменты, в общем-то, находятся в среднесрочном растущем тренде. Я думаю, что, в принципе, долгое время уже толкаемся на уровне 0.6607. Сегодня, завтра, я думаю, протестируем его снизу вверх еще раз. А потом пойдем на ретест уровня 0.6566. Уровень достаточно сильный. Уже зарекомендовал себя в роли поддержки, в роли сопротивления. Были от него отбои, ложные пробои, сложные-ложные пробои. Вот. Также тут проходит нижняя грань среднесрочного растущего тренда. Я думаю, будет ретест и дальше разворот и с походом уже в противоположном направлении. То есть, думаю, коррекции здесь можно, можно по-быстрому, если коррекцию отработать, а дальше разворачиваться и смотреть все-таки в сторону лонгов. По канадцу. По канадцу ситуация, в принципе, не изменилась. И долгосрочный, глобальный, и среднесрочный, и краткосрочный инструмент смотрят вниз. Угол движения цены направлен по-прежнему вниз. В общем-то, ничего не меняется. Консолидируемся возле достаточно значимого уровня 1.3054-1.3074. В общем-то, я думаю, какое-то время мы еще будем консолидироваться. Возможен быстрый сбор стопов такой шпилькой. Потом уход за эти уровни. Возможен ретест. И дальше, я все-таки думаю, направление движения вниз по трендам. Вот, это уровень 1.3011-1.2963. То есть, в общем-то, я вижу инициативу на стороне продавцов по данному инструменту. По франку. По франку ситуация схожая, такая же, как и по канадцу. В общем-то, я и на той неделе говорил, что я вижу этот инструмент вниз. Мы находимся в глобально падающем тренде, в среднесрочном падающем тренде. Сейчас идет локальное движение, локальное коррекционное движение. В общем и целом, инструмент смотрит вниз. На рынке преобладают продавцы. И я думаю, в общем-то, в ближайшее время будет разворот и движение в сторону шарков. Вот, примерно от уровней 0.69-0.80, это довольно-таки серьезный ключевой уровень, и 0.96-0.56. В общем, инициатива на стороне продавцов, работать нужно от шартов. По иене. По иене у нас ситуация, в принципе, не поменялась. Инструмент пробил достаточно значимый уровень сопротивления 109.46-109.71. Закрепляется выше этих уровней. В ближайшее время, я думаю, будет ретес сверху вниз уровнем 109.71. Возможно, даже с заходом на 109.46. Далее, возможно, консолидационное движение, закрепление выше этих уровней и дальше продолжение растущего тренда. Среднесрочного растущего тренда. Сам инструмент находится в глобально растущем тренде, и угол движения цены направлен вверх. В том году, я напомню, мы сломали, вышли из глобального падающего тренда. И, в общем и целом, инструмент закрепляется и всем видом показывает на то, что игроки готовы его двигать в сторону ламбов. То есть на рынке преобладают покупатели. Далее. По рублю. По рублю идет коррекционная... Ну, надо сказать, что инструмент находится уже глобально в падающем тренде. Угол движения цены направлен вниз. Среднесрочно угол движения цены направлен вниз. То есть прослеживается среднесрочный падающий тренд. На данный момент коррекционным движением вывели из краткосрочного падающего тренда. И, в общем и целом, корректируемся возле отметки 62.00. Пробили отметку 61.67. Находимся выше нее. Я думаю, в ближайшее время, возможно, какое-то консолидационное движение. И далее пойдем на ретест уровня 61.67. Возможно, ниже, куда-то вот сюда, на закрытие вот этого гэпа, куда-то сюда. Вот так вот, возможно, на рене. Дальше консолидационное движение. И уже, в общем-то, нужно будет смотреть на поведение игроков на рынке. Ну, в общем и целом, инструмент находится в падающем тренде. И работать надо от шартов. Вот, о каком-то, скажем так, начале среднесрочного роста можно будет говорить только после того, если инструмент выйдет за уровень 62.00, закрепится выше него, консолидируется. И тогда уже можно будет говорить о том, что, возможно, инициатива перешла на сторону покупателей. Пока инициативу я вижу на стороне продавцов. Золото. По золоту ситуация такова, что, в общем-то, мы находимся в среднесрочно растущем тренде. Толкается инструмент на уровне 15.55. В общем и целом, можно сказать, что он там закрепляется. В моменте угол движения, среднесрочно, скажем так, угол движения цены направлен вверх. Я думаю, инструмент еще какое-то время будет консолидироваться, закрепляться выше отметки 15.55. Если, в общем-то, он там закрепится выше этой отметки, то тогда возможно движение на 16.14. На данный момент я вижу, в принципе, нельзя сказать, что инициатива на стороне покупателей или продавцов. Скорее всего, можно сказать, что здесь идет на этом уровне борьба. Но, в общем и целом, приоритетнее на данный момент, в моменте еще раз повторю, приоритетнее инструмент смотрится именно в сторону лангов, то есть работать от покупок. Так, по нефти, или по нефти, как говорят. Инструмент, в принципе, находится у нас в среднесрочно растущем тренде. Угол движения цены по данному инструменту направлен вверх. Так, инициатива на стороне покупателей. Ну, скажем так, неделю уже подряд мы корректируемся на уровне 64.26. Уровень зеркальный, многозначимый. Он выступал и в роли поддержек, и в роли сопротивления. Сейчас, на данный момент, он в роли поддержки. Мы на нем видели и глубокие сложные и ложные пробои, и отбои, и ложные пробои. Ну, в общем и целом, он себя зарекомендовал как зеркальный уровень, достаточно сильный уровень, от которого были все формации, все паттерны мы видели. И, в общем и целом, сейчас инструмент стоит на этом уровне 64.26, еще раз повторю, и возле нижней грани среднесрочного растущего тренда. В общем и целом, я считаю, что инициатива на стороне покупателей, и что от этого уровня надо отрабатывать данный инструмент в сторону покупок. В общем-то, мне на данный момент видится инструмент от Лангув. Индекс доллара. Индекс доллара. Я говорил, что на той неделе я говорил, что мы находимся в таком боковом рейдже между двумя уровнями 97.15 и 97.50. На этой неделе вывели мощным импульсом из этого канала, и сейчас уже закрепляемся выше него, и выводят данный инструмент из среднесрочного упадающего тренда. Долгосрочный инструмент находится в долгосрочном растущем тренде, и, в общем-то, покупатели не согласны с тем, чтобы продавцы дальше продолжали продавать данный инструмент. Соответственно, происходит откуп, и мы, в общем-то, видим, что на данный момент глобальный инструмент угол движения смотрит вверх, среднесрочное, в общем-то, движение вниз, и краткосрочно угол движения смотрит наверх. Можно сделать вывод, в общем-то, что инициатива на стороне покупателей на данный момент, и я, в общем-то, думаю, что в ближайшее время будет движение от текущих цен примерно к уровню 97.50, возможно, к нижней грани долгосрочного растущего тренда, какое-то консолидационное движение, закрепление выше уровня 97.50, а дальше от покупок примерно в район 97.99 округлим, 98, и, возможно, выше на 98.30. То есть, в общем-то, мне инструмент видится от покупок. Инициативу я вижу на стороне покупателей. Вот, в общем и целом, все. Помните, что данные, с данным инструментом коррелирует весь валютный рынок. Я имею в виду индекс доллара. Вот, в общем и целом, все, Игорь Николаевич, я закончил. Вот, если есть вопросы, готов ответить. Да, спасибо большое. Андрей, пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Я смотрю на рынок и думку гадаю. Андрей, как... Меня австралиец волнует, поэтому каждый о своем. Как, на ваш взгляд, начало года с точки зрения работы с инвесторами? Инвесторы сразу включились в работу, сразу включили какие-то идеи? Или пока еще спокойно в плане поиска управляющих, каких-то новых средств, новых планов? Ну, мы ведем переговоры с инвесторами. Есть уже наметки, да. Будут заходить инвесторы с приличными деньгами. Это наши или европейские? Не наши. Не российские. Я понял. У вас упор все-таки в этом году, я так понимаю, будет на Запад. Вы и так-то на Запад работаете? Ну, Запад и СНГ. СНГ тоже участвуют, да? Я понял. Есть ребята, которые работают в Казахстане, в Узбекистане. Там у вас есть деньги. Деньги есть. И Казахстан, я знаю, а в Узбекистане есть деньги. Тоже заводят, да? Ну, да. Там они работают, я не знаю. Все, что требовалось от меня, я практически все отдал. И ребята, в общем-то, работают, они продают. Для меня удивительно. Там вот у них сменился президент, когда, несколько лет назад, как-то сразу пошло. И экономика пошла, и производство интересное пошло. Ну, у них там вообще, как бы, ну, я не могу сказать, что, ну, что касается Казахстана, я сейчас говорю, я не могу сказать, что у них там полная свобода на все. Ну, в общем и целом, там, конечно, в отличие от России, государство направлено, целенаправленно смотрит на то, чтобы было население финансово образованное, финансово грамотное. Соответственно, вместе с этим очень много разрешено, много, скажем так, можно предпринимать, действовать, работать и так далее. Нет ограничений. То есть там посвободнее, да? Намного свободнее. Ну, Казахстан тогда там особо ничем не отличался и сильно, сильно у нас никогда не было, скажем так. Ну, я не знаю, но вот, меня довели, что, в принципе, ну, работать не мешает. Ну, я, в общем-то, мое дело такое, что, как бы, от меня что требовалось, я дал. Вот, а дальше ребята работают, ребята грамотные. Да, понятно, что, да, я, кстати, все меняется. Если 10 лет была назад одна ситуация, сейчас другая, смотрите, Узбекистан, как у нас на глазах. Ну, вы про Казахстан, а я про Узбекистан, он немножко даже более агрессивно развивается, что для меня еще более удивительно. Гостер 4 пишет, я не могу понять, почему золото в лонг? У меня корыстный интерес в шорт. Ну, тогда, значит, надо шортить? Да, что, кого слушать, я тоже считаю, гость 34. Тут все просто, тут на рынке два варианта, либо шорт, либо лонг. Все. Деньги ваши, поэтому Андрей, Андрей не узнает вообще, какую позицию вы вошли, поэтому смело вперед, ни о чем не думаем. Я единственное по золоту могу сказать, что я на данный момент не могу прям точно сказать, что куда инструмент двинет. Мы на рынке вообще контролируем только риски, больше ничего не контролируем. Я могу по золоту сказать, что вокруг уровня 15.55 идет борьба, но в общем и целом угол движения цены направлен вверх, инструмент смотрит вверх. Но в моменте золото у нас волатильное, если что-то случится, то, конечно, инструмент могут развернуть и повезти в обратном направлении. Ясненько понял вас, спасибо. Андрей, как работают ваши роботы? Довольны все по плану? Ну, я еще пока подключил на динамике только, вот, еще так, с опаской еще и в январе, я все равно так помню, что в январе бывает, поэтому я с опаской работаю. Вот, ну, в общем и целом уже, да, как бы видно, там немного, но уже так уже прибыли есть. Ну, кому интересно, я говорю, можно в телеграм зайти, я подключу на канал, там все в открытом доступе, там каждая сделка видна. Я понял вас, ясненько, хорошо, хорошо. Ну, самое главное для меня, что роботы уже начали торговать, то есть уже режим вы рассматриваете более-менее для роботов допустимый. Понятно. Да, в принципе, можно. Но этот год, почему-то я так смотрю по этому году, он какой-то на удивление спокойный, прям подозрительно. Лучше бы уже в начале года бы все там откидали бы, отрисовали бы, тогда уже бы спокойнее было бы. А так как-то все так спокойно, прям подозрительно. Я понял, подозрительная тишина. Андрей, в этом году будете мониторить свои счета, как в прошлом году вы нам показывали? Ну, можно замониторить? Можно. Да, буду. Если есть желание у аудитории, замониторю, покажу. Есть, однозначно, однозначно есть, поэтому с удовольствием будем смотреть. Сейчас, понятно, только торговля началась, смотреть нечего. Ну, а вот скажем, через недельку, через две, когда уже более-менее сделки пойдут, мы с удовольствием посмотрим. Так что, конечно, конечно, давайте будем дальше в этом же стиле и продолжать. Адрей, спасибо вам большое за ваш обзор, комментарии и ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь Николаевич. Всем попутного тренда, хороших профитов. До свидания. Спасибо. До свидания. 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 Продолжение следует...